Друзья, сегодня у нас занятие будет по Новому Завету, у нас была преседа по Ветхому Завету, сегодня по Новому. Прежде всего, мы должны с вами понять, какой метод использовали древние христиане для исследования Новозаветных техник. Как мы говорили уже о Ветхом Завете, там была система написания текста. Мы подробно рассматривали четыре позиции. Сегодня мы будем говорить о христианском отношении к тексту, как он воспринимался. Прежде всего, очень большое значение уделялось такому понятию, как исправление текста. Так как книги переписывались вручную, то для тех, которые занимались экзегетикой, очень важно было иметь исправленный текст. В древности все тексты копировались вручную, и в связи с этим содержание было достаточно подвижным и не приобретало фиксированный вид. Поэтому, прежде чем приступить к исследованию, выбирали наиболее авторитетный список, смечали его с другими списками и осуществляли работу. Появление научного филологического метода работы с текстом, отложившего основы критики, толкования, стали заслуги двух александрийских библиотекарей. Это Аристофан Византийский, вступил в должность после 195-го года, еще в древнейшие времена, и Аристарх Самофракийский. Они жили до, собственно говоря, христианства, но их можно отнести как христианам до Христа, потому что та методика, которая ими была разработана, она была воспринята в церкви. И хотя эти люди, они занимались исправлением многих произведений языческих авторов, но в любом случае, их метода, она была воспринята в церковь. То есть текст проверялся прежде всего на наличие каких-то неточностей. И если в тексте находили слова архаичные, то в них видели ту древность, которая подводила сам текст к оригиналу. Вот этот метод этих авторов, он был всецело воспринят. Очень крупный исследователь, уже чисто христианский, это оригин, который пытался составлять сличение разных текстов библейских. И он даже написал большую работу, где он соединял разные переводы, показывал их, как они выглядят реально. Следующий очень важный вопрос, это чтение текста. В окончании критической сверки можно было приступать к чтению текста. Последнее было не такой простой задачей, как может показаться. То есть очень важно было избегать ошибок. Практиковалось чтение вслух. И специалисты, которые серьезно занимались чтением, они практически знали текст наизусть. И третий очень важный аспект, это толкование текста. С точки зрения ученого грамматика, толкование или экзегеса представляли собою наиболее трудную задачу. И по законам античной риторики, завершающий этап работы с текстом это суждение по тексту. Суждение. Так как наши отцы, они изучали языческую риторику, то вот такую работу с текстом они восприняли полным объемом. Греческий текст Нового Завета выглядит достаточно оригинально, практически нету деления слов. Я принес одну из книг из своей библиотеки, это Евангелие Мамоничи 1600 года. Я покажу, как текст выглядел в древней русской традиции, как видим, более 400 лет. Деление на слова почти отсутствовали в тексте. То есть текст был сплошным, это Евангелие от Матфея перед вами. И он делился только на церковные чтения. Указание красным, это церковное чтение, так как текст Евангелия и апостола прочитывается в течение года в церкви. Языческие грамматики, они как бы создали систему работы с текстом, античные греческие грамматики. И церковь, восприняв такую схему, уже по ней среди изыскания. Если кто-то захочет сфотографировать страницу для себя, можно дойти потом сфотографировать. Новый Завет. Канун Нового Завета создавался достаточно сложно и долго. Скорее всего, в древние времена, только к концу третьего века в некоторых общинах собирались эти книги воедино. Но в первом-втором веке, в лучшем случае, римская община имела послание к римлянам апостолу Павла и Евангелие от Марка, которые по преданию есть записанные проповеди апостола Петра в Риме. Каринская община могла иметь первое послание к Римлянам, второе, может быть, одно из Евангелий. Евангелист Лука в предисловии к своему Евангелию говорит, что многие стали составлять повествования о известных среди нас событиях. Так как Евангелие от Иоанна в тот момент не было написано, когда Лука писал эти слова, Иоанн Богослов последний, который написал Евангелие, то под многими понимать Матфея и Марка было бы нелепо. Скорее всего, действительно, этот жанр очень был распространен, и многие Евангелия, которые воспринимаются как апокрифические, они могут отражать этот жанр его многообразие, когда действительно многие брались за описание событий, связанных с жизнью Иисуса Христа, Господа нашего. Но Церковь приняла и узаконила четыре Евангелия. Это Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, Евангелие от Луки и Евангелие от Иоанна. Евангелист Матфей – это христианин первого поколения. Марк – это христианин второго поколения. Он ученик апостола Петра, сотрудник, апостола Петра, сработник. Лука – христианин третьего поколения, так как он считается учеником апостола Павла, который сам был христианином второго поколения. Иоанн – христианин первого поколения. Почему четыре Евангелия? Это связано с требованием Божьего закона, то, что написано в Пятикниже Моисея. Любое слово верно при двух-трех свидетелях. И очень важно было христианам дать не одно Евангелие верующим людям, а именно собрать свидетельство минимум двух-трех, а четыре свидетеля – это как бы сверх мира. И когда вас будут спрашивать, почему четыре Евангелия, в общем-то, они говорят об одном, вы как раз должны ссылаться на этот принцип установления достоверности, какого-то свидетельства. Господь наш Иисус Христос не оставил нам никакой написанной книги. Он оставил нам именно те поучения устные, которые были запечатлены в сознании слушающих их. Когда в день Пятидесятницы Дух Святой сошел на апостолов, одна из целей, почему Дух Святой сошел на них – это напомнить все те слова, которые говорил Иисус Христос. Так сам Сын Божий объясняет, что Дух Святой придет, научит, наставит вас на всякую правду и напомнит. То есть напомнит слова Сына Божия. Таким образом, известное высказывание из апостола, что никогда пророчества не изрекались по воле человеческой, но изрекали их Мужу Божию, будучи движимым Святым, Духом Святым, они относятся и к евангелистам, которые, получив Духа Святого, они совершали вот эту работу. Насколько достоверно свидетельство Марка? Собственно говоря, это записанная проповедь Петра, поэтому это свидетельство мы можем опосредственно отнести христианам первого поколения. Свидетельство от Луки – это исследование апостола Павла, который был христианином второго поколения. Но о нем мы знаем, что он ходил в Иерусалим несколько раз. И мы можем предположить, что каждый раз, когда он посещал Иерусалим, он встречался с Иаковом, братом Господнем, об этом прямо говорится в послании Голландии, он встречался с другими апостолами, виделся с Петром, и присутствовал на апостольском соборе в Иерусалиме, когда был первый собор, когда он общался очень тесно с Девой Марией, и поэтому его наставления, записанные Лукою, это авторитетное свидетельство, собранное из разных источников. Но кто является в смысле передачи предания текста или события или устных слов первым источником Евангелия? Это Пресвятая Девя Марии. О Деве Марии сказано, что известные события, связанные с детством Иисуса, естественно, с Его рождением, она слагала в своем сердце. То есть эти события она слагала в своем сердце, как бы копила их в своей душе, чтобы потом засвидетельствовать другим людям, и это было положено на странице святых Евангелий. Таким образом, Евангелие исходит из сердца Пресвятой Девы, и является достоверным свидетельством два прямых свидетеля. Это Матфей и Иоанн. Иоанн, который был пословленный ученик Иисуса Христа. И два опосредственных свидетельства. Это Марк, проповедь Петра. И это Лука, где наиболее подробно описывается все, что происходило с Иисусом Христом. Потому что мы знаем, что из 12 апостолов все были люди простые, и только апостол Павел Христовин второго поколения был человек достаточно образованным. Было два образованных человека в Древней Церкви с точки зрения иудаизма. Это архидиакон Стефан и апостол Павел, бывший сам. Так как они учились у ног Гамалиила, Гамалиила Первого, это был глава еврейского Сангидрина, Сангидриона. Его внук Гамалиил Второй в конце первого века как раз отлучит христиан от Сангидриона. И Гамалиил Первый входит в святцы православной церкви. Он у нас канонизированный святой. И он участвовал в погребении архидиакона Стефана. Можно прочитать в житиях, найти эту информацию. И он был крещен апостолом Павлом. Таким образом, когда мы внимательно изучаем речь архидиакона Стефана перед иудеями и исследуем послание апостола Павла, читаем Евангелие от руки, которое было написано под его руководством, мы видим действительно, что там те принципы написания текста, как было принято у евреев в те времена, очень строго соблюдаются. То есть он пишет в разных манерах. Это и Пшат, и Драш, и Ремис, и Сот. О чем мы говорили на прошлом занятии. Христиане восприняли античную систему работы с текстом, как я уже сказал. И они собирали разные списки. Конечно же, такие списки собирались в Риме. Это была столица тогдашнего мира. И Римская церковь могла представить наиболее достоверные свитки новозаветных текстов на греческом языке. Новый Завет написан на греческом языке, кроме Евангелия от Матфея. По преданию, которое запечатлел отец христианской истории, отец церковной истории, Евсений Панфил, Евангелие от Матфея писалось для евреев, для лиц еврейской национальности. Именно поэтому в Евангелии от Матфея мы видим наибольшее количество цитат из Ветхого Завета. Дается родословие Иисуса Христа по царственной линии. Это было очень важно, потому что евреи знали, что Мессия не только потомок Давида, но он и потомок Соломона. И то родословное, которое дается по Иосифу, а Иосиф, усыновив Иисуса Христа, сообщил ему все права своего родословия, «Как мы повелел ангел и нарекешь ему имя Эммануил, наречь имя, в те времена сначала усыновить и сообщить все права своего родословия». Когда мы говорим о Евангелии от Матфея, многие воспринимают это Евангелие как Евангелие, которое вводит нас в мир Нового Завета, с него мы начинаем изучение этого текста. На каком языке было написано это Евангелие? Одни говорят на еврейском, другие говорят на арамейском. Отцы говорили, что на сирийском. Скорее всего, Евангелие было написано именно на арамейском языке, как и разговаривали в Сирии и Палестине святой в те времена, когда писался это Евангелие. Но откуда мы это берем? Это видно из того, что Матфей очень часто переводит еврейские тексты. Он объясняет, что эти слова означают то-то и то-то. Эти слова означают то-то и то-то. И так как дается перевод некоторых слов, их обозначение, мы можем предположить, что да, Евангелие было написано на арамейском, а так как тексты священного писания все-таки давались на иврите, что-то он объяснял по ходу изложения. Когда мы читаем Евангелие от Марка, мы видим лаконичность этого Евангелия. И действительно можно догадаться, что это проповеди Петра именно в Риме. Апостол Петр был настоящий миссионер, проповедник. Он старался с римлянами общаться как римляне. У римлян очень лаконичная речь. И Петр вот именно таким лаконичным языком он известняет истинное Евангелие. Он не касается родословий, потому что это не принципиально для римских христиан. Хотя проповедь Петра, без сомнения, начиналась в еврейской общине города Рима. Еврейская община в Риме была за Тибром. Там было большое поселение евреев. И что интересно, многие из этих евреев очень были ассиминированы. Когда ученые исследовали кладбищенские надписи лиц еврейской национальности в первом веке, то обратили внимание, что только немногие надписи на еврейском языке. Но очень много на греческом и меньше всего на латвии. Скорее всего, это были выходцы из Александрии, где греческий язык уже стал доминировать в еврейской среде. И сакральный язык уже могли знать немногие. Мы знаем, что Иосиф Лавий писал на греческом языке свои иудейские древности, иудейскую войну. Но относить его к эллинским авторам никто бы не стал. Точно так же в Евангелии, хотя три Евангелия от Марка, Руки и Яна написаны на греческом языке, относить их к эллинской культуре невозможно, потому что они написаны в тех парадигмах, о которых мы с вами говорили, литературных парадигмах. Язык Нового Завета – коины диалектус. Коины диалектус – это разговорный язык, простонародный язык. Как в латинском языке был составлен перевод, на латинском языке был составлен перевод вульгатый, от слова «фугус», «вульгарная», то есть общедоступный народный. Блаженный Иероник, когда делал перевод, он простым народным языком, то есть подражая апостолам, которые пишут очень простым языком. В оригинале текст в своей простоте доходит до грубости, но грубость в таком несколько другом звучании, чем может показаться на первый взгляд. То есть из текста видно, что писали очень простые люди. Если вы знаете каких-то рыбаков, которые зарабатывают хлеб с помощью новой рыбы, я наблюдал таких на Камчатке, на Сахарине. Это люди очень простые, с натруженными руками. И даже апостол Павел, который был очень образованный человек до своего времени, он пишет, старается писать именно очень просто и понятно. Но синодальный перевод не передает вот этих особенностей текста, потому что, когда делался синодальный перевод, мы решили, это как-то будет не очень так эстетично выглядеть. Ну, например, берегитесь обрезом. Берегитесь обрезом. Есть такое выражение. Дословно у апостола Павла это берегитесь кастрированным. И вот таких выражений, которые могут даже вызвать, мы встречаем в тексте, и специалисты говорят это от простоты тех людей. Евангельские разночтения. Что мы можем о них сказать? У меня есть один знакомый, который работник прокуратуры, и он, значит, когда начал выцерковляться, я ему предложил прочитать четыре Евангелия. Когда он прочитал, а я ему объяснил что-то, свидетельство сразу четырех человек об одном событии, а он привык работать как раз со свидетелями. И когда он увидел вот эти разночтения, он очень внимательно к ним отнесся, более внимательно, чем я. Он мне сказал, я уверен, что все это правда. Я говорю, почему? Есть несовпадения. Вот когда во всем свидетели говорят одинаково, это сговор. Это люди сговорились, и они говорят совершенно одинаково. А когда реальные свидетели, они всегда говорят по-разному. Потому что один стоял справа, другой слева. Один что-то слышал, другой не слышал. И с точки зрения человека, который занимается серьезно с лечением разных показаний, он сказал, да, конечно, это вообще объективно. Есть работа Блаженного Августина, которая называется «О единстве Евангелия» или «Слечении четырех Евангелий». Он берет за основу Евангелия от Матфея и делает очень глубокий анализ текста и показывает, что так называемые евангельские противоречия таковыми, по сути, не являются. Что для нас важно знать о Евангелии от Луки? Евангелие от Луки обращено к эллинскому миру. Так как эллинская культура была космополитическая культура, то евангелист Лука дает родословную Иисуса Христа, которая восходит к первому человеку к Адаму. То есть для Павла, который попоедовал язычникам, эллинам прежде всего, было очень важно показать общечеловеческое происхождение Христа, а у Матфея он называется сыном Давида, сыном Павла, потому что там стоят совсем другие задачи, когда Матфей делал родословие. Там родословие разделено на три части по 14 родов. Число 14 – это гематрия имени царя Давида. И разделив родословные на три части по 14 родов, от Еврана до Давида 14 родов, от Давида до Вавилона 14 родов, от Вавилона до Христа 14 родов, он в каждом случае как бы засвидетельствовал, что это истинный потомок царственного Давида, помене Господа царя Давида. Родословия, они очень много значат. Но прежде чем мы будем говорить о первом богословии, несколько слов хочется сказать о Евангелии Атеану. Евангелие Атеан – это последний Евангелие и по написанию, и по расположению в Новозависии. Это антигностический текст. В то время, когда Иоанн Богослов писал этот текст, уже возникают движения гностиков, и чувствуется полемика Иоанна Богослова с этими людьми, которые представляли явление Христа как что-то призрачное, а он говорит как раз о Боговоплощении, вот таком конкретном понимании. И опять же, в свое время делались попытки делать обратный перевод Евангелия в еврейский язык. наиболее точно переводится Евангелие от Иоанны и Евангелие от Матфея. Обратный перевод он возьму в руку. Почему? Потому что в древние времена, если речь заходила о каких-то текстах, даже вот текстах Евангелия, люди не делали литературную обработку того материала, который давали, а они писали на греческом так, как они говорят по-еврейски, скажем так. Есть особенность семитского построения предложения, особенность греческого построения предложения, латинского, даже арамейского, в отличие от еврейского. Но когда люди пишут на другом языке так, как они говорят на родном, это бросается в глаза на тех, которые видят этот текст, скажем так, первый раз. Нам сейчас очень трудно понять, что такое обратный перевод. Почему? Потому что текст Евангелия сформировал русский язык. Точно так же, как текст Псалтыри сформировал русскую речь. Библия на древнеславянском языке, она сформировала русскую речь. Так как славянский текст делался септуагинтой, а септуагинта это не перевод, это подстрочник, это почти подстрочник, потому что в древности никто не занимался литературными переводами, то эти тексты воспринимаются достаточно адекватно, потому что они уже сформировали нашу речь. И мы говорим вот в этих категориях. Вот значимое слово у нас стоит там-то-там-то, вступительная часть здесь. Это очень интересно. Я недавно проштудировал издание «Пяти книжек Моисея» с комментариями Раши и с дополнительными комментариями. И вот по ходу дополнительных комментариев современные иудеи, они постоянно удивляются, как легко ложатся некоторые фразы, чисто еврейские, именно на русских языках. Ну, конечно, может они и задумаются, почему-то именно так. Но это связано с тем, что именно подстрочник библейский, он сформировал нашу речь как таковую. Как и английская Библия, кстати. Английский язык до перевода Библии на английский, это был один язык. А после того, как появилась Библия на английском, то этот текст стал формировать новый английский язык. То же самое было в Германии. Когда Лютер перевел Библию на немецкий язык, ее восприняли и протестанты, и католики с глубоким интересом, и она стала формировать немецкий язык, потому что задача Лютера и Виклифа в англии исключалась в том, чтобы давать подстрочник, но литературный какой-то обработанный перевод, тем более это не переложение в стихах, где ради рифмы надо ломать смысл текста. Этого никто, конечно, не собирался делать. Евангелие от Анны – это полимическое Евангелие. Именно так мы его воспринимаем. Оно очень… возвышенный текст содержит в себе. Кто-то может сказать, но если Дух Святой, Кадеш Вуах, Дух Святости руководил евангелистами, почему они как бы ни в одной манере пишут. Дух Святой, Он дает необходимую информацию человеку. Это Божественная энергия, которая нисходит в энергии Любви Божественной, от этой Личности Божественной, Дух Святой. И это не разрушает индивидуальность человека. И когда мы читаем Евангелие от Марка, мы узнаем Марка, даже если мы не видели заглавие. Когда мы читаем Матфея, мы узнаем Матфея, то есть так же, как мы и распознаем Луку и Иоанну. Поэтому и сказано, что пророчества никогда не зарекались по воле человеческой, но изрекали их Мужи Божьи, будучи движимы Духом Святым. Движимы, не поглощенные, не под диктовку, а движимы Духом Святым. То есть Дух Святой Он контролировал, чтобы написание текста было доброе. Как святые отцы работали с текстом? Достаточно вольно. Святые отцы цитируют и Ветхий, и Новый Завет очень вольно. То, что в еврейской традиции называется Таргум, в арабской традиции называется Тафсир, и вот где-то так отцы иногда цитируют Писание. очень расширенные. Таргум резко обрывают какие-то слова, пропускают их. В христианской традиции вот эти известные слова из Нового Завета, из Нового Завета буква убивает, а Дух животворит, воспринимались как некое руководство. То есть задача заключалась понять смысл, а не держаться за букву. Поэтому, когда мы говорим о Новозаветной текстологии в целом, то хотя существует несколько сотен и сотен древних списков, очень часто мы видим стилистические какие-то несовпадения между этими списками, так что двух одинаковых очень трудно найти, едва ли нужно найти. Но это свидетельствует именно о том, что для христиан важнее был смысл текста, потому что этот текст – это Господне руководство к действию, так они его воспринимали. И так они к нему относились. Хотя переписчики, которые осуществляли свою работу, они всегда за основу брали тот текст, свод, который был более авторитетен в том или ином патриархате. Есть Александрийский свод, книг Нового Завета, есть Синайский кодекс известный. из Санта Екатерины, начиная из библиотеки этого монастыря. Есть другие своды, византийский свод, книг Нового Завета. Кстати, у нас за основу, когда делался циклонно-славянский текст Нового Завета, взяли византийский свод. А равнопостные братья Кирилл и Мефодий, они переводили достаточно давно свой текст, еще до крещения Руси, значительно до крещения Руси. Они переводились в более древних списках и пользовались переводом на славянский, который был составлен неизвестным переводчиком, но на глаголице. И известная Евангелие Анны Ярославовны показывает нам текст на древнеславянском на глаголице. И по содержанию они не совпадают, эти тексты. То есть есть некоторые отличия незначительные, но очень интересные. Древнеславянский текст, он тоже имеет какие-то вариации. В свое время я проводил диспут со старобрядцами. И это был диспут с беспоковцами, с Преображенкой в Марфомаринской обители. И моя задача заключалась в том, что я должен был доказать, что у иосифских книг, оставляются цели точно иосифские книги, которые были в театре Иосифа, больше расхождений с более древними списками, чем с глаголемыми якорианскими книгами. Но у меня в библиотеке есть очень много старинных книг, анонимные Евангелия, до Федоровской, есть лукописные книги, Библия, Ивана Федоровна и Фоксимилия тоже собирают. И когда мы сдвинули три стола, когда проводили этот диспут, они поставили условия только по старым книгам. Я обрадовался, для них было много, сразу к применению дошел. Они, конечно, были поражены этим книгам. И когда мы стали сравнивать, действительно, их иосифский текст, он расходился более с древними, чем нежели с тем, который официальный текст в нашей церкви, текст на церковном славянском. И мы проверяли места, причем, которые связаны с требованиями. Это текст на крещение, который читается, текст, который читается на той или иной таинстве, там, венчание и так далее. И в каждом случае убеждались, что более древний текст, они отстоят и от иосифских текстов, которые были правлены, и церковным славянским. Как я уже говорил на прошлом занятии, запомните раз навсегда, любой перевод – это комментарий. Любой перевод – это комментарий. Но есть переводы, которые получают статус канонического текста. И тот текст, который составили равнопостные братья Кирилл и Фоджи, он имеет такой статус. Сейчас переиздают древние тексты в виде фоксимилий. Вот на днях издательство «Акцион» осуществил фоксимилия Библии из Карины. Готовится фоксимилия Геннадьевской Библии. На Украине изданы были тоже несколько интересных текстов, в том числе Анны Ярославовны Евангелия, которая хранится в Западной Европе. В Белоруссии Полоцкое Евангелие. Уже была презентация. Это очень древний текст. Надо сказать, что древний славянский текст, он древнее Масорецкого. Потому что Масора, как я уже рассказывал, это был длительный процесс составления Масорецкого текста, который начался в V веке после Рождества Христова. И продолжался до X-XI. Тот же самый Ленинградский свод или Эфиопский свод, они не настолько древние, как то, что сделали родопостольные братья. И я уже говорил, что меняя гласные, чем занимались Масолеты, можно получать разные слова. Поэтому настоящий исследователь, он всегда учитывает разные списки. И особенно для нас интересны цитации Священного Писания в творениях Святых Отцов. И есть перевод епископа Кассиана Безобразова, то есть сделан под его руководством. Этот перевод искусственный, но он был сделан как реконструкция возможного древнейшего перевода только на основании цитат, которые находятся в писании древних историй. И был восстановлен весь свод таким образом. И он отличается, имеет отличия. Но в критических изданиях принято всегда показывать все отличия, какие есть. На самом деле все эти отличия – это хорошие комментарии. Они расширяют кругозор восприятия текста, дают дополнительную информацию для его понимания, показывают объем каждого слова, каждого предложения. Теперь мы поговорим немножко о делении Нового Завета. Новый Завет состоит из четырех Евангелий. Потом идет книга Деяния Святых Апостолов. Единственная книга Нового Завета, которая в конце не имеет слова «Аминь». Почему? Потому что история церкви на апостолах не кончается. Она вообще от книг обрывается, как бы на полусловие. Там апостол Павел поселился в гостинице, и дальше ничего не говорится. Мы можем предположить, что написание этой книги было прервано теми гонениями, которые воздвиг против древней церкви император Нерон. Как известно, он приказал поджечь Рим, и надо было кого-то обвинить в поджоге. Его жена Помпея Сабина, она очень симпатизировала иудеям, и, возможно, ей подсказали, что неплохо бы христианам. И она нашептала своему мужу, и начались огонения. И то, что вот книга Деяний оканчивается событиями в Риме и как бы обрывается, это вот свидетельство о том, что она написана была до этих событий, иначе бы обязательно автор книги Деяний описал бы и смерть апостола Павла, и смерть апостола Петра, которые были казнены при императоре Нероне. Апостол Петр, как иудей простого происхождения, был приговорен к распятию, но попросил изменить форму распятия. Он считался недостойным быть распят, как и мал. Учитель, равен, его распяли в дизголобой. Для римлян это было очень забавно, что можно изменить форму. А Павел из Тарса, сам правильнее Шауль, он был римским гражданином. Поэтому его казнили, отрубив им голову. Тогда это считалось, что почти не такая казнь. Мы видим послание апостолов, письма апостолов. Прежде всего, послание Иакова, брата Господня. В послании Иакова обнаруживается наиболее большее количество скрытых цитат из Евангелия, из слов Иисуса Христа, чем нежели во всех остальных посланиях. То есть буквально чувствуется, что писал близкий к Господу Иисусу человек. И оно очень на архаичном таком языке. Он проповедует закон, необходимо соблюдать закон. Апостолы, они соблюдали всю туру достаточно строго. Вы, наверное, помните в книге Деяний, когда апостолу Петру было видение, плата и там всякие гады, присыкающиеся. Ему было сказано, заколи и ешь. Петр говорит, я никогда ничего нечистого не ел. Вообще никогда. То есть он соблюдал принцип Кашута. И вот у Иакова вот эта линия, она наиболее раскрывается. Именно Иаков говорит, что вера без дела мертва. Как тело, лишенное души мертво, так и вера, если она не мертела, она мертва. И он посылается на Авраам. Он говорит, не дела не оправдался, не протец наш Авраам, который возложил на жертвенника Исаака сына своего. В Новом Завете также мы видим послание Петра. Два послания. Петр придерживается вот законнической позиции. Апостол Петр возглавлял еврейскую партию в Древней Церкви. В отличие от апостола Павла, который возглавлял языческую партию в Древней Церкви. Сам апостол Павел это сформулировал так. Как для Петра благорестование среди евреев дано, так и для меня благорестование среди язычников. Этим самым как бы подчеркиваю, что они никак не пересекаются. Ну вы знаете, например, у меня полемика с Дворкиным идет 15 лет. Постоянно. Но я ему иногда говорю, мы же не пересекаемся, Александр Дмитриевич. Вы занимаетесь профилактикой, а я в мессионерской работе. Так что совершенно разные вещи. То есть можно делать значимые вещи, но при этом немножко не понимают друг друга. И при этом как бы один наполняет другого. В посланиях Петра акцент на законе делается очень усиленным. Мы видим в этом послании сюжеты из книги Еноха. Когда он говорит о душах, которые до потопа были заключены в Хрисподнюю. И что Мессия сходил туда, чтобы им проповедовать. А в послании Июты содержится прямая цитата из книги Еноха. И когда в Кумранах обнаружили книгу Еноха, то там нашли эту прямую цитату, которую приводит Июта Апостолу. А та книга Еноха, которая была у иудеев, ее объявили в средневековом подделкой. Там эта цитата не обнаруживается. Она обнаруживается в древнеславянской книге Еноха. Там апокрифический текст. В эфиопской книге Еноха. И в Кумранском тексте. Но вернемся к Петру. Во втором послании, 3 глава, 15-16 стих. Апостол Петр начинает вдруг спорить с апостолом Павлом. И очень энергично. Он говорит буквально следующее. «И долготерпение Господа нашего почитателя спасения, как возлюбленный брат наш Павел написал нам, как он говорит об этом во всех своих посланиях, в которых есть нечто неудобово, вразумительное, так что невежды и неутвержденные, к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Итак, вы, будучи предваренное все, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников». В послании Галата апостол Павел возвращает Петру эту реплику, когда описывает ситуацию, что Петр сидел за одним столом с язычниками, а когда пришли люди от Иакова, а Иаков, повторяю, в Иерусалимской церковь был строк во всех тонкостях законов, то Петр сразу шарахнулся в сторону от этого стола, подальше от язычников, чтобы даже не сидеть рядом, и Павел увидев это, и Варнава бросился в сторону, ну, люди кошерные, на своем, вот, и Павел тогда обличает прямо в лоб, мы об этом читаем в послании Галата, он говорит Петру, если ты поступаешь не прям по Евангелию, значит, обличает как бы в неком лицемерии, и Варнава, он пишет, был увлечен в этом лицемерии, то есть в текстах Новозраэта мы видим очень живую критику, то есть эти люди, они не считали друг друга, прежде всего себя какими-то особыми людьми, и Павел в послании Галата пишет, и в знаменитых я не нашел ничего особенного, вообще он пишет часто, что Бог не взирает на лица, и это же тема касается, во-первых, послания Коринфина, когда говорят, а кто такой Павел, кто такой Павел, один насадил, другой поливал, взращивает Бог. Послания Иоанна, у нас есть три послания Иоанна, они делают акцент на Божьем законе, на законе. Именно в посланиях Иоанна говорится, что любящий Господа должен исполнять Его закон. И сказано, что любовь совершается в жизни человека только тогда, когда он исполняет Божий закон. То есть ты можешь говорить, что ты любишь Бога, но пока ты не стал соблюдать Его заповеди, чёрт пустые слова. В посланиях Иоанна мы находим свидетельство, когда Иоанн говорит, мы проповедуем не новую заповедь, а древнюю заповедь, которую мы слышали от начала, то, о чём мы уже говорили. Иными словами, он говорит ту заповедь, мы проповедуем древнюю, которая вот от книги Бытия берешит, а берешит означает «начально». Поэтому, когда он пишет «от начала», он имеет в виду вот от книги Бытия и дальше. Вот это мы проповедуем. Послание Иуды, оно очень краткое, это одна глава. Это Иуда Нейскариот, это брат Господа, это сводные братья Иаков и Иуда, это дети Иосифа, Иосифа, Обрушника, Марии, Марияны. И оно очень похоже по своему жанру на апокалипсические тексты книги Даниила и апокалипсические тексты Иоанна Богослова. И там как раз кусок цитируется книгой «Иноха», как авторитетная книга христианского общения. Дается цитата такая развернутая, и ее как бы обоснование, обрамление. Послание апостола Павла, 14. 14 посланий. Это послания, которые были обращены к разным церквам и отдельным лицам. Послание к кремлинам, это то послание, которое он писал, ожидая, что он сможет прийти в Рим. Он стремился в Рим, потому что это был плацдарм, чтобы потом идти в Испанию и так проповедовать Слово Божие. Но он понимает, что Рим – это чужая каноническая территория. И в конце послания он рассуждает, что он не хочет созидать на чужом основании. Что там трудится апостол Петр, он это отлично понимает. И он говорит, что он не хочет проповедовать там, где уже проповедовали, чтобы не созидать на чужом основании. Это очень разумный прецедент мы находим в конце послания к Риму, который может объяснить для тех же сектантов, что такое каноническая территория в Лазаре, когда они проповедуют там, где существует поместная церковь, и, если хотят помочь распространению христианства, поддерживают поместную церковь. Так поступили скандинавские протестанты, лютеране, прежде всего, карбинисты. Когда было тысячелетие крещения Руси, это была советская война, они сказали, мы ни одного миссионера не пошли в Россию, там есть русская православная церковь, которая пережила страшнейшие гонения, преследования. Но они собрали огромную сумму денег, издали толковую православную Библию в трех томах, сделали репринт с дирекционного двенадцати томика, весь текст в трех томах сделали, и передали в дань нашей церкви с правом продавать эти книги и на полученные деньги установлены в кровати. И вот наша церковь тогда очень оценила такое поведение скандинавских христиан, это было очень по-христиански в духе апостола Павла, который не хотел созидать на чужих основаниях. Послание к Коринфянам. Первое послание устраняет наличие тех группировок, которые там были, подсказывает этим группировкам, как вот эти комплексы «Жить в себе». Там была группировка Аполлоса, была группировка Павла, Павел отказывается от каких-то особых отношений к нему и указывает на Бога. В этом послании мы видим нравственные проблемы, которые были у коринских христиан. И апостол Павел даже заочно отлучает от церкви и предает вознеможение сатане, некого христианина, который вместо жены имел жену отца своего. То есть жил смачен. Но потом во втором послании к Коринфянам он упрощает. То есть этот человек исправился, дистанция между первым посланием и вторым была достаточная. И во втором послании он пишет, ну, довольно для него уже наказание. Я его прощаю от имени Иисуса Христа, и вы тоже простите его. Если в послании к Римлянам главная тема – это оправдание, отношение к власти и еврейский вопрос, то во втором послании к Коринфянам главная тема – сбор пожертвований для палестинских христиан. То есть был голод в Святой Земле, и для верующих надо было собирать необходимые средства. И Павел вот эту тему он очень развивает именно во втором послании к Коринфянам. В первом послании сообщается информация о том, что было еще одно послание к Коринфянам. В первом послании Павел пишет, я уже писал вам. Значит, как минимум, первое послание – это второе, а второе – это третье. Но почему церковь не сошла необходимым? Вот реальная первая, аргумент первым. Дело в том, что признается каноническим, богоудухновенным, то, в чем церковь видит эту богоудухновенность. И какие-то частности. Потому что даже сам апостол Павел различает в своих письмах то, что он говорит от Бога, ссылаясь на Божие законы, пророков, на Писание, и то, что он говорит от себя. Он прямо так и заявляет, впрочем, не Господь, а я. А я вот говорю вам. То есть он не может когда-то найти подтверждение из Закона Божия, из пророков Набиим и Писания Катубим, а он тогда говорит – это вот моя точка зрения, то есть можете услышать, можете не. Но это как бы братский совет. Но в церкви уже статус этим текстом дается как одиноком, богоудухновенный. И мы не делим части посланий Павла на то, что абсолютно авторитетно, и на то, что не очень авторитетно, субъективно и объективно. Мы так не делаем. Послание Галатова – это полемика с иудействующими христианами, очень жесткая, которая начинается с интересного рассуждения. Апостол Павел говорит – если бы кто из нас пришел к вам и стал говорить не то, что вы приняли, или даже ангел с неба сошел бы и стал бы говорить не то, что вы приняли, то есть не по преданию, по еврейскому преданию от Масура, то не принимаем. Ангел, представляете, спускается с небес, с крова, начинает что-то говорить, но что-то не то он говорит – Павел говорит – анафигу. То есть если вы увидите ангела, который где-то приземлился, он начнет нам что-то говорить, много чего мы не находим ни в законе, ни в Пророках, ни в Писании, ни в Новом Завете, мы должны сказать, сначала надо дуру теплюнуть на него, потом сказать – ну-ка лети отсюда, подальше, пока. Пусть улетает. И далее он рассуждает о двух женщинах – о Саре и о Агаре. Эти рассуждения очень интересные. У него Сара становится Агарию, а Агарь – Сара. И он рассуждает о Голгофе и о Синае. И вот тот метод, который он использует, он называется сот в еврейской традиции. То есть он говорит о тайнах, очень таких возвышенных тайнах. И это мистическое послание, на самом деле. Там много таких моментов есть о глубокой мистике. Следующие послания Павла касаются самых разных вопросов. Можно еще вернуться к первому посланию Коринфянам. Там в тринадцатой главе прекрасный гимн любви. А в четырнадцатой главе обсуждается такой вопрос, как иные языки. И апостол Павел регламентирует этот дар, в каком случае можно пользоваться, а в каком случае представлять некую опасность для верующих людей. Следующее послание – это обращение к церквам и к частным лицам. Например, два послания к Тимофею. Тимофей был духовный сын апостола Павла. Павел пишет ему, возлюбленному сыну моему Тимофею. Как известно, Павел был целебат. Он считал, что женатый думает о том, как угодить жене, а не женатый думает о том, как угодить Господу. И он эту позицию отстаивает в своих посланиях. Но он имел духовных частей, для которых был Тимофеем. Тимофей наполовину еврей, его мать еврейка. Бабка его научила его книгам. Это мы видим из этих двух посланий. Он молодой, но епископ. У него есть проблемы – увлекается спортом. Ну, свободно от службы время. И Павел еще так корректно его выставляет. Физические упражнения мало полезны. И что в этом личном послании к Тимофею? То есть пользы есть, но мало. Но лучше заниматься изучением Закона Божьего. И он призывает Тимофея, когда не приду к тебе, занимайся чтением, писанием. Вникай в себя и в писание. Занимайся всем самым постоянно. Так ты спасешь и себя, и слушаешь этим. Эти два послания – это послания к молодым христианам. И если вы будете иметь какую-то группу молодежную, то я бы дал совет изучать это послание с этой молодежной группой. Потому что там содержатся советы для именно молодых. Предлагается убегать от юношеских похотей. Вопросы о спорте. То есть то, что связано с мобостью. Есть послание к Титу, к Филимону, то есть к одним лицам. Послание к Титу он написал, потому что была проблема с одним похожим беглым рабом, который стал христианином, как Тит. И вот надо было эту проблему как-то решить. Послание к евреям – это отдельный вопрос. Были авторы христианские, которые сомневались в том, что апостол Павел написал послание к евреям. Потому что там никак не обозначили внутри текста Павел. И многие даже высказывали, что это кто-то другой написал. Но, скажем так, согласие отцов установило, что это все-таки Павел. Павел имел интересный пароль, который вставляет в каждое свое послание, чтобы все поняли, что это его послание. Этот пароль слова «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа добудется всеми вами». И Павел говорит, вот так я всегда говорю – это то, через что вы узнаете. В послании к евреям нету этих слов. Это тоже была одна из причин, почему были сомнения. Потом апостол Павел в начале каждого послания представляется. Я Павел или Павел – раб Иисуса Христа. Павел. Но здесь может быть и такая проблема. У евреев не принято представлять свое послание, все равно есть тем более религиозный характер. Но принято в античном мире было начать именно со своего имени. Представьте. А так как у апостола Павла был девиз «Для иудеев как иудей, для эллинов как эллин», то мы можем предположить, что в каждом случае он придерживается вот этого девиза, когда писал послание людям одной культуры от другой. Апокалипсис – это пророческая книга в Новом Завете. Хотя пророческие тексты есть в Евангелии, есть некоторые пророческие тексты в посланиях апостольских. Но апокалипсис – это особый жанр, это пророческий текст. Апостол Иоанн Богослов написал апокалипсис, когда был в ссылке на острове Патнос. Водни императора Андриана, и ему было видение о семи церквах, о тех кастинг Божиих, которые грядут на этот мир, о воцарении Антихриста, о пришествии с неба пророка Ильи и пророка Еноха, двое отетов его вредящих, которые будут обречать Антихриста в последние времена, о глобализационных проблемах объединения мира вокруг Антихриста, и о поражении церкви, когда он прямо пишет, «И дана была ему власть, то есть Антихристу победить святых, и о победе Христа». Когда Христос входит в реальность этого мира, уже как глава церкви, и устанавливает свой божественный порядок, и там говорится о Новом Иерусалиме, исходящий с неба, о новой земле, о новом небе, то, что перекликается с пророчествами Исаии. Это общие такие сведения о корпусе Нового Завета, которые надо обязательно знать. Сейчас мы с вами рассмотрим родословие Иисуса Христа по Евангелию от Матфея, чтобы нам лучше понять, какие глубокие тайны содержатся в каждом стихе Нового Завета. Эта глава начинается словами родословия Иисуса Христа, сына Давидова, сына Абрама. Абрам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, Иуда родил Форес и Завет в Амари, Форес родил Исрума, Исрум родил Арам, Арам родил Аминадаб, Аминадаб родил Насона, Насон родил Салмона, Салмон родил Ваос от Рахавы, Ваос родил Авид от Руфи, Авид родил Иесея, Иесей родил Давида царя, Давид царь родил Салмона от бывшей Заурию, Салмон родил Раваан. Ниже сказано в 17 стихе, и так всех родов от Ивраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. По родословию возникает целый ряд вопросов. Это такой пример христианской экзогезы. Первый вопрос, почему Иисус Христос называется сыном Давида? Мы уже обратили внимание, что гематрия царственного имени Давида – это число 14. Второй вопрос, почему он называется сыном Авраамом? Почему родословие разделено на три части? Почему в родословии даются имена женщин, которые допустили сексуальную мечтату? Четырех женщин. Это Фомарь – грех кровосмешения с тестем. Это Рахав – проститутка из Орехона. Это Руфь – попытка кровосмешения, к тому же Мавитянка. А во Второзаконе сказано – Мавитянин в десятом поколении, не войдет в народ Божий. И это бывшая Заурий, то есть жена Урии, прелюбедянин, живого с царем Давида. Это интересный вопрос. Следующий вопрос – почему сказано, что от Вавилона до Христа 14 родов находят только 13 имен, кто 14? Почему пропущены имена трех царей священных? Отвечая на эти вопросы, мы начинаем понимать, что любой текст Священного Писания он несет в себе больше информации, чем мы видим, скажем так, на поверхности. Обычно, когда люди читают родословные, они стараются как можно быстрее их пробежать и перейти по ситуационным линиям, даже не догадываясь, какие великие тайны содержатся в этих родословных. Есть книга «Беседа на Евангелие от Матфея», которую я написал в первом томе, в первой главе. Там дается подробное объяснение каждого имени, как характеристики целого поколения. И потом, когда я перевожу все эти имена, даю их переводы разные и прочитываю по смыслу, очень интересная такая мозаика получается, у нас сегодня для этого нет времени. Итак, первый вопрос. Почему Иисус Христос называется сыном Давида? У Давида было много сыновей, начнем с этим. Но самый значимый сын Давида – Соломон. Почему? Потому что Соломон построил храм. Иисус Христос называется сыном Давида, не только потому, что он потомок от соля Давида, что требовалось от Мессии, в обязательном порядке, но он, подобно Соломону, реальному сыну Давида, создал церковь, храм веры. Как в 16 главе от Матфея он говорит, я создам церковь мою, и врата от Анатолета. Почему он называется сыном Абрама? У Абрама тоже было достаточно детей. У него был не только Измаил, не только Исаак, у него еще были дети от Хитуры, она же Агарь, которая вернулась к нему после смерти цары, и от нее только для Рождественников. Самый значимый сын Абрама, сын обетования – это Исаак. Слово Исхак означает «возвратуется в будущем времени». А какое самое значимое событие было в жизни Исаака? Абрам приносил его жертву. Но Бог остановил эту жертву, это жертвоприношение, и сказал, что он усмотрит для себя Агуса. И Абрам назвал эту гову, это был на горе Бариат, и Гова Ира, то есть Господь усмотрит. То есть с этого места Господь будет видеть каждого, кто будет молиться правильно, слышать любую молитву и услышать. Но главное было сказать, что Господь усмотрит себя Агуса. И когда Иоанн Креститель увидел своего троюродного брата Иисуса из Назарета, он сказал «вот агнец Божий, который берет из себя крестник Миния». То есть реально он как Исаак. И Исаак, когда нес дроба на жертвенник на своих плечах, как описано в книге «Пытия», он символизировал Христа, который нес крест деревянный на Голгоху, чтобы стать жертвенником. Собственно говоря, Ветхий Завет – это икона Нового Завета. Это те прообразы, те тени, которые реализуются именно в событиях, связанных с Евангелием. Но многие прообразы Ветхого Завета реализуются в будущем. Потому что Ветхий Завет говорит не только о первом пришествии Иисуса Христа в уничижении, скорби, но и о втором – в славе и величии. Итак, вопрос, почему родословное разделено на три части? Ветхий Завета, отвечая на этот вопрос, говорит, это сделано для того, чтобы люди поняли, что с переменой правления они лучше не становятся. Люди грешили при патриархах, люди грешили при царях. Общино-родовой патриархальный период – от Иврама до Давида. Монархический период – от Давида до Вавилона. Период от Вавилона до Христа – двукратие, трикратие, за то, что называют это время правления аристократией, сейчас бы сказали период политического флурализма. То есть были разные формации политической жизни в истории английского народа, и все равно Мессия потребовалась прийти в реальность этого мира, потому что никакие политические и националистические спекуляции не решают самую главную проблему – проблему греха. Что делать человеку с грехами? То есть проблема спасения, собственно говоря. и в реальность. Поэтому такое деление. Почему даются именно женщин, которые допустили сексуальную мечтату? Женщина в Библии, первая женщина – это Ева, по-еврейски Хава, от слова Хая, которое означает жизнь. То есть живородящая, нужно так перевести ее имя, то есть мать всех. И Матфея дает специальные имена таких тяжелых женщин, это надо очень хорошо знать Ветхизавит, чтобы найти такие неудачные имена. Тут нет имени Сары, Рахиля, Левеки, а дальше имена таких сложных, совсем женских. Он делает это специально, он же пишет для Евгений. И он хочет показать, что они еще так просто будут. В этом родословии были проблемы. Он хочет объяснить, что это пришествие было не ради праведных, а ради грешных, как Христос подчеркивал, что Он пришел спасать не праведных, а именно грешных. Собственно говоря, с точки зрения Священного Писания, Ветхого и Нового Завета, абсолютных праведников нет. В глазах Божественной праведности, человеческая праведность, как пишет Порок Исаи, как запачканная одежда. И Библия не скрывает проблемы тех или иных праведников. Мы знаем, что Ной был пьющий праведник, Лот был несовершенный праведник, Авраам был праведником, который подвергся десяти испытаниям, чтобы возвысить его душу, Бог послал за испытаниями. Бог посылает испытания, но это не может у нас проэкзаменовать, проверить, рассмотреть. В глазах Бога мы абсолютно прозрачны, так как у Бога нет прошлого и будущего, у Него всегда настоящего. В Нем, как настоящее, присутствует наш первый вздох и последний вид. Бог посылает испытания совсем с другой целью, чтобы усовершенствовать нас. Как апостол Петр пишет, как золото огнем очищенное, оно более ценное, так и человек, который подвергается испытаниям, как Авраам, который мы подойдем в десяти основном испытании, он состоялся как праведник в глазах Бога. Праведник – это, собственно говоря, цельный человек, настоящий человек, цатель. К этому слову очень близко слово «целен». Бог создал человек по образу Своему. Целен, образ. То есть на каждом праведнике Бог как бы поставил Свою печать. Целен этого как бы печать. И праведники, они являют нам то, что Бог хочет от нас. Как мы должны жить. Пророк Иоанн – это был праведник, который сбежал от Бога. Почему? Потому что пророк Иоанн – это пророк, который знал характер Бога. И он был послал в Нинею, объявил, что они там все проваливаются. Но он знал характер Бога, что он милосердный. Он придет, скажет им, что они проваливаются, они покаются, Бог их простит. Иоанн будет смотреть как на уже права. И как пророк, который знал характер Бога, он убежал от этой миссии. Но Бог его все равно вернул. Его выброс из корабля, кит проглотил. Но он оказался все равно в Нинею. Потому что что-то Бог забыслал. Убежать достаточно трудно. Итак, родословие Иисуса Христа. Почему эти четыре женщины? Женщина – это источник жизни. И Матвей хочет показать, что этот источник зовут Нью. А какое это значение имеет для нас? Ведь из этого источник человечества, духовный Сын Божий, покажи, что он вводит в него. Это имеет огромное значение для нас. Если Господь не погнушался вот этой родословной, с такими именами, то Он не погнушается и нашей с вами замутненностью. У нас тоже пытается оказаться замутненностью. Ведь о Христе сказано, что Он всегда и во веки тот же. Тот же самый Христос, который говорит, «Придите ко мне с утверждающимися и обременными, я успокою вас», Он будет и тот же самый судить нас. И выносили к отчаянию приказу. И Матвей вот именно для этого помещает эти женские книги. Сказано, от Вавилона до Христа 14 родов, считаем, находим только 13 имен, то есть 14. Отцы дают истолкование, 14 – и сам Христос. По человечеству Он выходит из Своего народословия, а по Божеству входит в Его. То есть Он настолько сроднился с нами, что стал частью своего собственного народословия. Святые отцы называли Христа нашим сателесником. Когда Слово стало плотью и обитала полная благодать, Он сателесник наш. То есть мы как бы сроднились с Ним. Конечно, взаимоотношения в Иисусе Христе человеческого и божественного мы воспринимаем по хоккедонскому определению. Неразлучно, нераздельно, неизменно, но и неслиянно. Православные христиане не верят ни в какую эманацию Бога в материальном мире. Кстати, в отличие от людей, которые верят, что была эманация Бога в этот мир, когда Бог творил Бога. Мы не признаем никакой эманации. Мы говорим, что это все неслиянно. Обратите внимание, что, например, пишет апостол Петр в одном из своих посланий, это второе послание, 1 глава, 3-4 стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божественного естества». Как это мы можем стать причастниками божественного естества? Владимир Лоскер, рассуждая об этом, говорит, если бы люди могли бы становиться причастниками божественной сущности, то было бы тысячи апостасей. Каждый христианин – апостас Бога. Но мы становимся причастниками божественного естества не по природе, а по благодати. И вот через Христа, через Христа Иисуса мы становляемся Богу Отцу. Поэтому Его соединение с нашей природой, оно было вот в Нем ипостасным, по отношению к нам не ипостасным. Мы не можем войти в апостас Сыне, в апостасе Бога Отца, Бога Святаго, тем более в божественную сущность. Но нетварные божественные энергии, которые исходят из божественной сущности, от лица Святой Троицы, они дают нам возможность быть причастниками божества по благодати, божественного естества. И вот это одна из тем, которая проходит через тексты Нового Завета, она доминирует в Новом Завете, потому что факт Боговоплощения – это факт того, что и мы можем пережить нечто подобное, но не по природе, а по благодати. Иоанн Богослов прямо пишет, мы будем подобны, как Он, когда увидим Его. Апостол Павел пишет в 13 главе 1-й послания Коринфянам, «Сейчас мы видим как бы сквозь ту, сквозь стеклу гадательную, а тогда познаем так, как мы познаем». То есть, когда мы узли Его, то познание о Боге станет еще более совершенным. Есть разные типы познания о Боге, об этом есть рассуждение в Новом Завете. Первый тип познания о Боге – это через мир природы. И апостол Павел в своем послании к кремлинам, он так и пишет, причем о ком он пишет? Об античных извращенцах. Это первая глава послания к кремлинам. И здесь мы находим такие слова. 20-й стих и 21-й. «Ибо невидимое Его, вечные силы Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимое так, что они безответны». Кто безответ? Те, которые, видя мир природы, понимают, что есть творец. Они безответны, потому что они ничего не могут на этом возразить. Далее Павел пишет. «Но так как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в уставаниях своих, и обрачилось немысленно их сердце, ну и далее говорится о их проблемах. Бог придает их превратному уму и начинает все искажение». Но почему Павел говорит, что они познали Бога? Нет ни одного народа, который бы не познал Бога. Как творца. И немецкий философ Кант говорит, что больше всего меня поражают и заставляют верить в Бога две вещи. «Нравственный закон во мне и звезды не будут дать». То есть первое откровение Бога в самом себе это через мир природы, оно доступно всем. даже таким людям, о которых пишет Павел. Которые изменили образ Бога в подобии четвероногих, гадов, присмыкающихся и так далее. Но они называются познавшими Богом как творца через осматривание его творения. Самое серьезное откровение Бога в самом себе совершается в его сыне. Именно поэтому, когда один из апостолов попросил Иисуса Христа, «Покажи нам Отца, и будет для нас довольна». Сын Божий говорит, сколько я с вами, и вы что не видите? «Видящий меня видит Отца». Как любой праведник, являет целем печать Бога, который как поставлен на Нем. Тем более, Сын Божий, Он являет Отца. Он пришел в этот мир, чтобы показать намерение Бога Отца по отношению к нам, нужно раскрыть их, раскрыть характер Бога Отца по отношению к нам. И Павел пишет в своих посланиях, «Великое беспрекословное благочестие тайно Бог явился в плоти, проповедован в народе, принят веру, показал себя ангелом». «Ангелы не видели Бога». В Ветхом Завете сказано, что они закрывали крылами свои лики для чего? Чтобы не принять за Бога то, что не есть Богом. Есть такое же таковое. И когда Сын Божий явился, Он и ангелам показывал характер Бога. В Мессии наиболее полно раскроется, не только для человека, но и для ангелов. И раскрывается. Что такое намерение Бога? Кто такой Бог? Ведь иудеи в таком гадательном состоянии были. То ли Он себе хочет заключить вечный крематорий, то ли Он хочет полностью истребить всех в слово «коррект», в полное истребление. В этой жизни и будущее не воскресут. И вдруг Христос и Новый Завет предлагают нам мысли о Боге совсем другие. Сказано, Бог есть мой Бог. Если потом, наверное, мы находим в книге Исход, когда Моисей, после того, когда был этот скандал с золотым тельцом, он был в ужасе. Бог даже сказал, что хочет уничтожить весь еврейский народ. От Моисея новый народ произойдет. И Бог сказал Моисею, когда он был в очень перенапряженном состоянии, «Я тебе явлю славу имени моего». Когда Моисей созерцал славу имени Божьей, сокровенной, то было поразглашено, что Бог милосердный, человеколюбивый. И так как четырехбуквенное имя Бога, оно обращено в будущее, «Я буду Тот, Кто Я буду», то надо сказать прямо, что оно является тоже пророчеством о Мессии. Потому что именно когда Мессия пришел, Бог показал наиболее полный свой свет. И если миссия еврейского народа была та, что все другие народы должны были посмотреть на них, как они живут, увидеть их законы, и потом должны были сказать, какие у вас хорошие законы. Ни у кого нету, как в книгах «Законистского рассуждения». И в пророческих текстах говорится, они должны были свет нести другим. С этой миссией справляется Христова Церковь. А иудаизм замыкается сам на себя. Потому что нечего нести. А в формате христианства пророчества о том, что и язычники, они познают закон Божий, это осуществляется реально. И когда апостолов проповедовали по всему миру, Христос сказал, идите до пределов земли. А где эти пределы? Это сердце каждого человека, живущего на земле, с опечатленным фактом того, что Бог создал каждый из нас. И каждый человек – это икона Бога. Человек создал по образу и подобию Бога. Подобие было утеряно в грех падениях. А образ по-гречески «иконос» по еврейской цели – это то, что свидетельствует о Боге. И как мы бережно обращаемся с иконами, которые несут в себе какую-то информацию, мы должны воспринимать любого человека, независимо от его нации, религий, отношений к религии, социального положения, возраст, как икона Бога. Но иконы бывают покрыты сажей, копочкой. Их надо иногда реставрировать, снимать весь нагар. И когда вот черные доски, как их называли реставраторы, были раскрыты, вот такой гробарь. Интересный очень человек, который весь год служил с конами. И вдруг они увидели, что русская икона, она не мрачная. Она такая яркая, что весь мир до сих пор потрясен над красотой наших рук. Так вот и люди, они покрыты заблуждениями, суевериями. Но каждый знает, что этот Творец, он чувствует это. Нет безрелигиозных народов, как пишет Архан Затон. И наша задача, бессеринская задача, вот именно с помощью евангельского откровения, засвидетельствовать людям о том, что они огромная ценность была за Богом. Это та потерянная драхма, которую надо искать, куда бы она ни закатилась. Это то сокровище, которое Завета находит. Ведь Христос прямо говорит, «Царствие Божие будет в вас есть». И когда Бог создал человека, Он сказал ему, «Храни и возделывай рай». То есть, заботиться об этих полях, в этих лесах, в праздниках, в цветах, в деревьях и так далее, в животных. Человек должен заботиться о своей Душе, возделывать, хранить их. Когда Царствие Божие обретается внутрь нас, раскрываются новые горизонты, Человек восстанавливает в себе потерянную подругу Богу. Вот это означает, что он становится причастником Божеского естества во благодать. Тензисно я постарался сегодня вам как бы обозначить основные мысли, которые содержатся в Новом Завете. И каждый из вас должен заучивать тексты Нового Завета наизусть. Это надо делать еженедельно. Миссионер должен, по крайней мере, эти тексты, которые он часто использует, знать обязательно порядка наизусть. Без этого его служение не будет столь эффективным. Потом каждый должен иметь Библию, к которой он привык, чтобы знать справа или слева эта цитата. Чисто вот так вот, умозрительно. Значит, в какой колонке цитата. Поэтому выберите для себя наиболее удобную Библию, которая будет иметь шрифт, который доступен для вашего взора. и работаете с одним и тем же изданием. Тут все хорошо будет. Потому что будете очень быстро раритироваться, находить необходимые места. И приближается пост. Великий пост. В положение памяти отец Даниил Сысоев. Он умеет такую особенность. За время Великого Поста дважды прочитывать Библию целиком. После его смерти его друзья, в крайней мере священники, тоже наложили на себя, как бы, такое правило. И мы стараемся за пост дважды прочитывать Библию. На самом деле, когда человек читает интенсивное Священное Писание, он входит в некий ритм библейской поэтики. Этот текст, он завладевает сознанием человека, и ты уже не можешь остановиться. Ты просто читаешь, и это выполняет твою душу, какой-то музыкой небесной, и тебе ничего не надо, тебе одна задача читать и читать. И когда только свободное время появляется, ты открываешь и читаешь. Когда время Поста используем именно таким образом, это приносит нам особые Божьи благословения. Те из вас, которые уже прочитали Библию на русском языке несколько раз, я бы рекомендовал прочитать Библию на церковном славянском языке хотя бы один раз во время Великого Поста. Что-то будет непонятно, но в любом случае, это будут новые горизонты какие-то открыты для вас, потому что, как я уже сказал, любой перевод в комментариях, а канонический статус в нашей Церкви имеет только церковный славянский текст и древний славянский текст, они ровно благодатны, а русский перевод, как было решение Синода, для благочестивого домашнего учтения. Ну, в круг Шевита, для детей. Для следующего. Итак, друзья, мы сегодня поговорили о Новом Завете, и если у вас есть какие-то вопросы, я сразу что-то не отвечу. Пожалуйста. Вы сказали, что три Евангелия было написано на греческом языке и одно на армейском, скорее всего. Да, в 8. А как же, вот в 13-м период, там уже государственная церковь латынь была, почему она была? Дело в том, что ревляне, они завоевали греческий мир, скажем так, но греческий мир поглотил их свою культуру, то, что называется эллинизм. И высокий такой стиль в понимании латинян, тем же самым, это греческий язык. Вспомните исповедь блаженного Агустина, когда вспоминают, как мальчиком маленьким его заставляли учить этот греческий язык, и он мучился, его учителя наказывали. Он приходил к родителям, а родители его тоже наказывали, не жалели, он мучился, но учил. То есть это была неизбежность в тогдашнем латинском мире, в латинском, знать греческий язык. Это нормативно. А так как греческий язык был доставлен латинского в мире и эллинского, то здесь цересование было переводить именно на греческий. А когда западная империя разделилась с восточной империей, и западная уже замкнулась на латыни, а восточная осталась с греческим языком, то просто латынь пропал в византии, все перешли на греческий язык, тогда Ироним Блаженный сделал перевод на латынь. Какой язык? Ироним Блаженный у нас четвертый, пятый год где-то. Он делает перевод на латинский язык, то есть вульганы, вульганы, то есть народ и общедоступный язык. И это традиция давать людям понятный текст. Мы, православные, это люди, которые никогда не расставались со словом Бога. Греческая церковь читала писание на понятном языке. Когда православие пришло в Моравию, Чехия была сначала православной страной, потом они стали католиками, когда немецкое духовенство выдавило славянских священников. Там работали равнопростые братья Кирилл и Мефодий в Моравии. А ученики их трудились в Болгарии. И когда было крещение Руси, как пишет отец Георгий Флоровский в своей книге «Путиль русского богословия», при крещении Руси недостатка в книгах не было. Была другая проблема – избытики. Потому что сразу пришли целые библиотеки из Болгарии, из Моравии, этих текстов священных. А когда за ура православие пошло, там для малых народов переводили сразу. В Китае был сделан прекрасный перевод православным миссионерам. И пользовались католики-предстанты, которые приезжали в Китай с миссией. В Японии перевод, который сделал Николай Касаткин, святитель, он очень авторитетный в Японии. Перевод используется тоже католики-предстанты. Хотя они и делали свои библиотеки. Таким образом, православный народ, восточная христианская церковь православная, никогда не расставался словом Божиим, в отличие от западных церквей. А там латынь поглотила всё, и когда уже люди давно не говорили на латыни, говорили на других всяких диалектов, и люди просто не понимали Писание, они жили полторы тысячи лет с этими сакральными текстами, которые никто не понимал. Апостол Павел пишет, лучше пять слов сказать в церкви на понятном языке, чем тьму слов, маленький, понятный. И когда Мартин Лютер сделал перевод, и возник тот эффект, который возникает, если человек долго не ест, не ест, а потом возьмёт и переест. Завороток кишок может произойти, а в западное христианство произошло завороток в Москву. Они раскололся множество сект. Ахтолическая церковь боролась с этим текстом Библии, понимая, что каждый был посудный устроен. И при Лютере начало дробиться ветеранством. Уже при нём его называли «профессор мягкое кресло». Он начал реформу и остановился, удобно в Виттенберге устроился. Надо дальше, дальше, дальше. Это всё дробилось, дробилось, потому что у людей потерянная была традиция общения с этим. А когда вы будете свидетельствовать о православии, будут спрашивать, какое кричит православие от других вверх? Говорите, мы народ, который никогда не оставался со Словом Божьим. Это произведёт впечатление Божьей. Пожалуйста, ещё вопросы. А что отвечать инославным на их возражения по поводу канонических и неканонических книг, по поводу неканонических книг? Ну, этот вопрос, он достаточно сложный, скажем сразу. Но канон, давайте определимся, это дело Церкви. Это не дело семагоги, это не дело библейской критики, это дело Церкви. И если рассуждать о том, что Церковь объявила каноном, например, на Первом Вселенском Соборе, что она подтверждала на последующих соборах, то так называемые второэкономические книги, они называются богодухновенными и экономическими, в решениях Церкви. Поэтому позиция католиков, по этому вопросу, она более грамотная, чем у нас. Они все книги называют богодухновенными. А у нас, в отличие от греков, кстати, греки тоже относятся к богодухновенными книгами, у нас было влияние в XVIII веке протестантизм очень сильный, на богодухновские школы, учебные заведения, и возникла идея Артура Камы. Было действительно высказывание Афанасия Великого, что эти книги предназначены для входящих Церковь, но причем высказывание даже такого авторитетного отца в сравнении с катоническими решениями, которые принимались на соборах, то, что называется согласие отцов. Противники этих книг, они говорят, эти книги не канонические, потому что их нет на еврейском языке. В начале XX века был такой гибраист, Артамин Грановский, епископ, он сделал обратный перевод книги Варуха, и он оказался таким интересным, что даже иудеи в своих научных изданиях его опубликовали в журнале. А когда в Кумрамах начались раскопки, нашли книгу Варуха на еврейском языке, А Антонин Грановский доказал, что это обратный перевод, он показывает, что на еврейском написано. Это не греческое. Греческий делал подстрочник. Он знал их по совершенству греческих древних, и знал еврейское совершенство. И он чутко думал, что это с еврейского текста. Конструкция предложения и всё. И в Кумранах, когда нашли, вспомнили об этом переводе, причём евреи в их университете Иерусалимском, и они опубликовали исследования, насколько точно человек смог сделать обратный перевод. Они его никогда не называли исследованием епископом, даже богословным, даже христианином, просто Антонин Грановский. Но были поражены. Поэтому вот эта сказка, что эти книги только на греческом, их нет на еврейском, она была развеяна, когда в Кумранах фрагменты находили другие книги. Следующая сказка, что в этих книгах нет пророчества Христи. В этих книгах огромное количество пророчества Христи. Чем таких ясных, как, например, в книге Премудрости Соломона сказано, он будет на небесах и ходить по земле одновременно. Грозит на пророчество Христи. И Сыном Божиим называется и так далее. И удивительная информация содержится в этих книгах. Поэтому это тоже необъяснение. Вот по всем пунктам, по которым протестанты, они отказываются от этих книг, проведено разбирательство. И есть достаточно серьезные аргументы, считаю, что это просто был монетаризм Лютера. Но Лютер хотел выбросить из Библии и книгу «Послание Иаков, брата Господня». Он писал здесь, в Батенберге, и мы хотим это послание убрать из Библии. Но они все-таки не решились убрать, потому что это было бы очень грубо. Почему он хотел убрать? Почему он хотел убрать? Им казалось, что позиция Иакова по поводу дел закона и веры, что вера без дела мертва, как бы великий резонанс в ходе со словами апостола Павла, что человек оправдывается над делами закона, хотя, если мы серьезно рассмотрим Павла и Иакова, и Петра, мы не находимся серьезных противоречий, то есть они говорят об одном. Но один смотрит, как и с одной стороны, а другой может и с другой. Так что к этим книгам отношение не такое, как некоторые у нас читают в православном мире, в России именно. Через самые старопляцы они признают, что все книги будут вдохновены. И общее отношение к ним, исторических церквей, что это все книги будут вдохновены. Причем в некоторых церквах исторических древних, там вот эти, Малабарские общины, Комбарские общины, сохраняется книга Еноха, послание Климента, они входят в Библию. Синайский кодекс Тошендорфа там послание Климента присутствует. Наряду с Абдустским кодексом, как послание Духа. Пожалуйста, еще вопрос. Знаете, вот вопрос у меня такой, у нас вот в храме под пополом изображены четыре евангелиста, и у каждого евангелиста стоит у одного ангела, у второго... Что? Да. Что? Ангел в одном стоит, у второго стоит типа бога, ну да, звери. Мне так объяснили, что это евангелие, один писал как про огнец, второй писал как про духу святого, третий писал как про человека, ну и так далее. Что интересно, я смотрел, у отцов, они знали этих четырех животных, и что они как проецируются на четыре евангелия, но у отцов по-разному представляются. но общее понимание, что значит, орел это евангелие от Эрны, значит, бык это евангелие от Матфея, ну, я вот тоже сейчас начинаю путаться, значит, ангел это, по-моему, Лука, то есть к каждому евангелию присваивается один из этих знаков, образный, но отцы переставляли и лев, лев это маг, там, там, отцарственных достоинств от места, наиболее полный, как говорится, и эти знаки, они апокалипсические знаки, это, как бы, вот характеристика главной темы, которую именирует этот текст. Пожалуйста, еще вопросы. Да? А Иосиф сколько лет было, когда Иоанн уже так жена на Эре? Иосиф был преклонным возрастом, в православной традиции. Лет восемьдесят? Как? Ну, я не знаю, лет восемьдесят. Да, он был вдовец, человек пожилой, преклонных лет. Потому что, собственно говоря, Иосиф пропадает. В тексте Евангелия после описания детства Иисуса. Мы видим Иосифа при рождении, мы видим Иосифа, когда Иисусу двенадцать лет, и потом мы не видим Иосифа. А в католической традиции он их молодой там. Вот отличный, кстати, в Западе. Вот Дед Мороз и с Егорочкой они как-то связаны с ними? Я думаю, нет. Ну, тогда восемьдесят лет, наверное, мы разного по-другому видим. Сейчас? Нет, да? Тогда они уже жили не так, что много, как вы думаете. Неудерживёшь и мало. А вот такой апокрифический как-то Евангелий написан про Иосифа, вот такой он старый, который вам просто помощница уже была? Я говорю о канонических Евангелиях. Он пропадает со страниц после двенадцатилетия Иисуса. Там сказано, что он до тридцати лет был в послушании. Мы можем предположить, что Иосифа жил какое-то время. Но мы не видим его ни при погребении Иисуса Христа. Мы видим Иосифа Аринофейского, но не Иосифа Абучника Марии. Мы не встречаем его в таких ситуациях, когда он должен был точно быть рядом с другом. И из этого можно сделать лучше, и в то время оно будет лучше. Хотя можно находиться разные предания, разные ценности. Никогда не бойтесь, когда вы у одного отца находите одно струкование, другого отца дементрально противоположное. Это не противоречие, это богатство традиций. Мы должны принимать каждое струкование как назидательное для нас. И противоречие мы не ищем его отца. Это как драгоценный карман. Он сияет разными цветами. Вы чуть повернули, и все цвета меняются. Здесь синие, струкализовое, демберризовое, желтое. Еще повернули, еще раз поменялись. Так и библейский стих, выстолкование разных отцов. Он показывает нам разные грани этого текста. Должны дорожить каждым евангельским словом, каждым библейским словом. Иисус Христос так бережно относился к закону, что говорил, ни одна черта это высоко знака. И ни одна и одна не придет из закона, пока не исполнится все. Самые такие маленькие знаки. Он говорит, ни одна черта, ни одна и одна не придет из закона, пока не исполнится все. То есть он дорожил даже вот этими надстрочными и подстрочными знаками, которые тоже произвели. Иисус Христос Лука. Это видно из наступления. Оно очень похоже на наступление, которое в Евангелии началось самым. Вы говорили эпизодически о Кубранских свитках. И там же есть Верхозаветные тексты? А в Кубранах? В Кубранах только вы сказали? Да, я знаю. А есть какие-нибудь труды перечитать? Может кто-то уже делал в несоответствии текстов Кубранских и Масаревских? Об этом все пишут. Кто занимается серьезными исследованиями по Библии, сами евреи об этом пишут. То есть несопадений достаточно много. Но во всех случаях, где Кубранские тексты расходятся с Масаревским, с тем же Ленинградским слогом, Кубранский текст не расходится с Аптуагентами. А так как древний славянский текст это Калькас Аптуагентами, вы имеете буквально подстроили наши тексты. А что они могут говорить? То есть они нарисовали комментарии, по сути дела. Там же они когда расставляли эти огласовки, они делали еще некоторые знаки и пропуски в тексте, которые являются комментариями, наложенными на этот текст. Как я уже сказал, что любой перевод это комментарий, а когда они делали эту работу с огласовками, они тоже старались делать пропушки, потом меняя гласы, может, разные слова, они тоже это использовали. В целом, конечно, советский текст, он авторитетен, и мы от него не отказываемся, на советском тексте. Но так как кубранские тексты, они более древние, здесь важно критически, скорее, такой вопрос. И то, что саптуагин-то не расходится почти с кубранскими текстами, и очень часто расходится с масорецкими, как и кубранские тексты, это о чём-то говорит. А я вот слышал такое мнение, что масорецкие тексты от саптуагин-то чаще всего отличаются в тех местах, где речь идёт как раз о пророчествах людей мессианскими. И, например, вот… Я понял, да. Ну, это христианская шутка. На самом деле, почти все места, которые в Ветхом Завете мы считаем мессианскими, иудеи тоже считают мессианскими. Я сам допрашиваю. Даже когда говорится, что он понесёт на себе болезнь, скорбь, что ранами его мы исцелимся, они относят к мессианскими. А вот как можно характеризовать? У них есть концепция страждущего мессии. Это мессиах бен Иосиф. Мессия сына Осима. Есть концепция торжествующего мессии. Мессиах бен Давида. То есть сын Давида. В одном случае это сын воина, другому то мужскорбеи. Это вот редкозаветное да? Да, еврейское понимание. И как они совмещают эти две концепции доиспольного понятия. У меня был опыт общения с одним еврейским равеном в Москве. И когда мы беседовали, я задавал вопрос. Может вам будет интересно. Я его спросил. Скажите, а вот почему был разрушен первый храм? что вы такое натворили, что Соломонов храм был разрушен? Он говорит, ну мы разделились на две страны иудеи и Израил и иногда воевали. этого противника. Я говорю, наказание было соразмерным преступлением, да? 70 лет Галута. Он говорит, ну да, да. Тогда я его спрашиваю, а что вы такое натворили в первом веке? Галут продолжает вас простить две тысячи лет. Дело в том, что в понимании современного иудаизма 50 лет до нашей эры и 50 лет нашей эры это самый золотой период в истории иудаизма. Все учителя великие жили в это время. Я спрашиваю, что такое вы натворили? Бога ради, мне объясните, почему был разрушен храм, почему мы были рассеяны по всему миру, почему этот Галут продолжается до сих пор. Это надо что-то такое страшное сделать. Он так задумался, говорит, я конечно понимаю, на что вы намекаете. И я даже отчасти согласен. Я вообще не согласен. Да, Мащеах родился в этот мир. Но евреи не оказались способны его принять. Есть в интернете такой сборник Медраж рассказывает, автор Вейсман. Его можно скачать и там в этих Медражах четко видно, что он родился в одни второго храма. Евреи не оказались достойными его принять и он вознесся на мир. А что-то напоминается? Но он сразу сказал, это не тот, конечно, который у вас, это другой, который вознес. Вот. И вот так он начал как-то смущаться. То есть, а годические тексты, особенно древние, они до разрушений храма Медражи, которые существовали, они говорили о том, что храм будет разрушен, все равно. то есть, мешка, все это будет предано, как полагание. И здесь у евреев очень серьезные проблемы с разрушением второго храма, они не могут ее разрушить. Потому что у них есть понятие мера за миром. по наказанию можно догадаться о преступлении. То есть, наказание всегда соответствует преступлению. Вот я пример вам приведу. Вот Иосифа продали в рабство. Он стал рабом. Там его обвинили в том, что он решил изнасиловать жену этого Патифара. там он оказался в тюрьме. За что? И вот Хартаторы еврейские рассуждают и говорят, ну сразу понятно, почему он все получил. Он доносил дурные слухи о брате. В чем он там подозревает? В безнравственности. Вот его обвинили в том, что он бегает голый, хотел изнасиловать жену своего господина. Она же одежда с него с дровами. Его продали в рабство. Почему? А он же заступался за сыновей наложницей церкви, которые имели статус рабов. А те, которые были от Лии и Рахили, а не от Бильгии и Зелья, они могли как-то обнижать. А Иосиф с ними дружил. И чтобы показать ему, что такое настоящее рабство, его продали в рабство. А он обвинял братья, что они поступают плохо сыновей на Викторе и Зелье. И ему показали это все. То есть всегда все возвращается к человеку, нужно догадаться, почему это произошло. в яму попал. В яму Тоже что-то сделал. Или тот же Яков обманул своего отца. Как он обманул? Отец слепой был. И что получилось он работал за Рахиль сколько лет, семь лет работал за Рахиль. А ему в брачную ночь свадьбу справили, подсунули слепую невесту. В темноте он не разобрался в шатре. А утром смотрит Этулия анирахи. Рассмотрел слепая. О ком он вспомнил? О слепом отце, которого он обманул, когда, воспользовавшись слепатой отца, украл первородства Исаак, которого Исаак любил больше, чем Яков. А Бог больше был Исаак. То есть мы в Писании видим, что зло всегда возвращается к человеку. И вот иудеи это понимают из Писания, и они пытаются объяснить, что же такое произошло с нами. И единственный ответ, который они дают, авторитетные источники их евреи перестали любить друг друга. Но на это серьезные возражения. Первый храм был разрушен, когда они просто раздевились на две стороны и так не любили друг друга, что воевали с оружием другом. однако голубь 70 лет, а здесь продолжается до сих пор растение. И вот это заставляет задуматься, когда вы так ставите вопрос, то есть не навязываете сразу веру в Сану Божию, а подводите к осознанию того преступления, которое мы слышали. Прямо так и спрашиваете их, ребят, что вы сделали в первом веке, что Господь на вас так серьезно расстроился. Я из своего небогатого опыта общения с иудеями могу только сказать, что они по-серьезски не хотят разговаривать. То есть они переводят все в область своих сказочек, которые там о своем представлении, кто такой Христос. да, и вот здесь я бы хотел в вашу пасторскую совета как вести себя в том случае, если человек напрямую начинает оскорблять Христа. Ну есть такая еврейская шутка, они ее должны знать. Один человек приходит к Рабину и говорит я не верю в Бога. Раби ему говорит я тоже не верю в Бога, в Которого ты не веришь. Поэтому выслушав все, что они говорят о Христе, можно сказать, в вашем брисяне, он у нас совсем другой Христос. Ничего такого за ним не не двигается, не в писании, не в толковании. На самом деле каждый человек, отрицающий Христа, он отрицает не Христа все-таки, он отрицает вот то представление о Христе субъективное, которое есть в сознании человека. И задача миссионера дать знания о Христе, которые будут именно соответствовать свою Божию мудру, чтобы рассеять эти шеверные, очень субъективные представления о Христе. в евреях есть книга, она называется Талдот Вишуй. Как? Талдот Вишуй об Иисусе. Но она не является древней книгой, она является средневековой поделкой под старином. Они это сами пишут. Ее сейчас они передают, там они пишут, что вот тот и тот, очень красивая книга. А самые древние свидетельства о Христе какие? В Талдоте. То, что у него ученик Матфея. То, что Матфея надо проклясть. То, что имя его пусть святого Матфея забудется. То, что Иисус творит чудеса. Иисус творит силы небезы. Воскрешает мертвых, ходит в воду, летает по воздуху. Вот Гладков, древний автор, в своем комментарии в Евангелии, он приводит статус Талмуда и говорит, а для нас очень важно, что противники Христа признают его чудеса, даже самые невероятные. Потому что это действительно свидетельство. А Деви Марии, значит, они пишут, что она работала в парикмахерской. Что она на что-то волосы укладывала люди, была очень красивая. Очень красивая. Это буквально все, что можно найти в Талмуда. А вот Талдот и Шо, здесь уже придумывают, значит, как родился Иисус, от какого-то там солдата, но в древних их же собственных текстах этого нет. И когда они начинают говорить вот эти вещи, то всегда надо указывать, что, во-первых, даже сам Талмуд не настолько древний. Это V-VI век. Древность представляет из себя Мишна, то есть ядро Талмуда. А Гимара, толкование на Мишну, это очень позднее ее время. Мишна, это тексты, которые действительно до Рождества Христова возникли. Иисус цитирует из Мишни, чаще всего Гилея, чтобы заткнуть арты своими понятными. То есть их авторитетными цитатами он ставит на место. Это цитата не человек для субботы, а суббота для человека. И цитата делай другим все то, что ты сам себе желаешь. Но у Гилеля она звучит не делай другим того, что ты сам себе не желаешь. Христос делает ее более активной. он часто говорит именно трактат Перкея из Мишни вот эти высказывания он использует, а он этот трактат евреи это знание на Иисусе. И он как бы ставит их на место раз, процитирует что-нибудь. Друзья, уже поздно. Будем оканчивать нашу встречу. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok